Привет, мои дорогие! Сегодня у нас снова влог, как обычно. Мне как-то влоги проще снимать. И, по-моему, вам тоже их интересно смотреть. Поэтому снова влог. И начну я его с покупочек. А также будет аутфит. Ну и... Итак, покупочка номер один. Ну, это лепестки розы. Пожалуйста. А тут прям вся роза целиком. Ну, там много целиком розочек. Вы знаете, может быть, я неправильно поступлю, но я не буду обделять лепестки от бутона полностью. А я прям так их и засахаю. Вот сейчас достану сахар и насыплю. Килограмм сахара насыплю. И перемешаю. Ну, вот такая ложка огромная. Просто перемешаю и все. И пусть оно себе засахарится. Я потом еще придавлю чем-нибудь тяжеленьким. Вот, ну, это сейчас я так на камеру, да, потом я поработаю. А, возможно, еще один килограмм высыплю сюда. У меня еще, я купила, в общем-то, два килограмма. И вот я не знаю, может быть, еще добавлю. Похоже на то, что я насыплю сюда еще. Еще один килограммчик. А чего? Пускай будет. Чем больше сахара, тем лучше будет храниться. Не заиграет. В общем, в общем, так. Пожалуй, я еще насыплю сюда сахар. Нет, ну, у меня просто нет домашних весов, чтобы взвесить количество розы, количество сахара. Это я так, на глазок. Ну, очень я люблю чайную розу. Я ее помыла предварительно. Вот, ну, помыла и поставила в дуршлаг. Она немножечко, ну, стекла. Водичка стекла. Вот. И еще, да, я еще насыплю, еще килограмм сахара сюда насыплю. И, а мы с вами переходим к следующим покупочкам. И вот такая у меня покупочка. Очень я люблю вот такую цыганскую расцветку. Просто давно хотела такие штанишки. Так нравится мне эта расцветочка. Просто с ума сойти. Ну, буду, значит, эти штанишки носить. Это трикотажные штанишки. Буду носить их с красными кофточками, зелеными, черными. Ну, вот, все цвета, которые присутствуют здесь, подойдут под эти штанишки в однотонном виде. Вот. Ну, у меня есть такие. Такие есть футболочки. В общем, потом покажу аутфит. Вот это я вчера приобрела. Давно хотела такую расцветочку. Ну, я люблю, чтобы широкие были штанины, как по Маяковскому. Да, достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Так. В общем, я люблю широкие штанины, чтобы не в обтяжку ни в коем случае, а чтобы штанишки были штанишки, типа шароварчики. Видите, здесь вот такие, как манжетка такая вот. Вот, если это видно. Вот. В общем, довольна. Следующая покупочка. Девочки, я все-таки решила показать вам свой аутфит. Конечно, в темноте не видно, вам не очень это, наверное, видно. Ну, вот, единственное, я сомневаюсь насчет поясочка. Но, по-моему, он здесь будет лишним. И я, кажется, пойду без него. Балеточки. Сумочка будет зелененькая. Сейчас я из этой сумочки, из черненькой, переложу свои косметички сюда, в зелененький саквояж. И вот в таком виде я пойду. О! Примерно так. Украшения вы уже увидели. Жемчужные бусы. Жемчужные вот отсюда. Сережечки, если вам видно. Оно, по-моему, должно быть видно. Так, дальше. Бижутерный браслетик. Но кольца непростые, а такие, золотые. Непростые, а золотые. Да, с изумрудиками, с бриллиантиками. Ну, сейчас я ношу такие кольца, так мне сейчас хочется. Побежала я. Ну, просто прелесть какая расцветочка. Посмотрите, как она мне нравится. Как она мне нравится эта расцветочка. И балеточки зелененькие. Очень люблю зеленый цвет. И очень люблю вот такую цыганскую расцветку на черном фоне. Красные цветы с зелеными листьями. Очень люблю. Но редко ношу. Это под настроение. Вот сейчас оно такое яркое. Штанишки широкие, хорошие, как хотелось. Штанишки широкие, хорошие, 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 хорошие. Штанишки широкие, хорошие, хорошие. А сейчас, друзья, я вам покажу розы. Вот, посмотрите, как их много. Как они цветут красиво. Здесь розовые какие красавицы. вообще шикарные посмотрите все все буквально в розовых кустах мне так нравится шикарные шикарные посмотрите какой я бы сказала розарий просто супер боже такие можно здесь фотографии сделать у меня немножко врез со временем напряженка но я все-таки парочку посмотрите девчонки какой у меня получился красивенький букет это веточки зеленые настоящие тюльпанчики не настоящие и вот они всегда смотрятся в настоящих зеленых веточках несколько не настоящих цветочков смотрятся шикарно как настоящие никогда даже не отличишь и они стоят в водичке они стоят в вазе а веточки эти от тополя они видите какие ваза большая очень высокая веточки высокие от тополя тополиные веточки довольно долго стоят так сказать не хлопотно держать такие вот такой букет и искусственные три тюльпанчика и получился очень шикарный букет то есть и настоящие и буквально буквально три штучки не настоящих цветка ну все и продолжим и продолжим наши покупочки видео о наших покупочках да значит что еще я купила я купила вот такой вот забавный вентилятор видите вставляется когда уже будет жарко я так понимаю что вот это металлическая трубочка наверное держит форму и вот такой вентилятор забавный маленький посмотрим я уже видела однажды такой вентилятор но не купила а потом думала почему же я не купила жалела вот ну а потом все таки как это встретила еще раз и уже воспользовалась моментом прям я любуюсь на свой букетик вообще обалденный и так у меня будет все лето теперь у меня все лето я буду брать какие-то живые веточки зеленые и вставлять в них цветы по сезону сейчас сезон тюльпанов у нас уже немножко отошел но еще ничего еще вполне она все смотрится сейчас у нас сезон роз и вы это видите в этом видео я показываю розы цветут везде очень много роз цветет так в общем и я люблю вот такие вот композиции составлять из живых зеленых веток много живых зеленых веток и несколько штучек искусственных цветочков потому что как правило именно цветочки в первую очередь начинают терять лепестки а эти не теряют лепестки этим все равно так значит поехали дальше вот это и самое интересное покупочка это чашечка новая чашечка стеклянная чашечка в металлическом в металлическом футляре ну не футляр конечно это с металлической ручкой и с металлическим дном так сейчас я оторву вот эту вот штучку и покажу вам как же это все смотрится потому что я то сама еще не видела чашечка и чашечка в общем чашечка и чашечка сейчас отрывается почти все так сейчас ну я не видела таких чашек это кофейная как вы поняли здесь написано капучино матовое белое матовое стекло и вот такие вот картинки и такой металл очень интересная мне понравилось и она решила поселиться у меня а я решила поселить ее у себя мы обе приняли такое решение я и чашка и так девочки мои розочки имеются в виду не эти которые на супнице а те которые я засахарила в общем готовы вот получилось вот такая сахарная смесь лепестки розы с сахаром я думала если положить их в банку в стеклянную то они там засахарятся их оттуда не выцарапаешь а куда еще аналогичная ситуация и с банкой керамической с любой и я решила положить их вот в эту фарфоровую супницу из германии еще которая приехала и здесь они у меня эти лепестки розы будут жить и всю эту супницу с розочками засахаренными я поставлю в холодильник и буду делать себе чай чай с лепестками розы это то что как я уже говорила я люблю это дело с детства вот прям с детства люблю лепестки розы в сахаре и розовое варенье и еще так друзья что у нас сегодня на завтрак а на завтрак у меня одно жареное яйцо вот такой я не люблю глазунью я люблю в перемешку посыпанная укропчиком две греночки тоже при жареные на сале на свином а и тут наверно не видно вот и такой салатик свекольные свекла здесь здесь сейчас здесь свекла и огурчики сверху присыпана этим укропчиком и немножечко добавлена туда подсолнечного масла это мой завтрак вообще-то два раза в день это мой завтрак а ужин будет уже часиков от шести до семи вечера все побежала есть и убегать уходить буду идти сегодня девочки я что-то взялась последнее время показать вам свои аутфиты да они особо не отличаются но немножко все таки отличаются я меняю аксессуары за счет чего аутфит как бы обновляется и вот сегодня быть вы видите на мне бусы из муранского стекла вот вот я может быть что-то там так и серьги все те же орхидеи серебряные футболочка на мне новенькая зелененькая это лен с чем-то она какая-то трикотажно-льняная вот такая вот футболочка на мне на улице конечно жарко мне уже жарко под макияжем я немножко буквально совершенно немножко нанесла тоналки на лицо и мне уже жарко вот так что у нас лето началось как-то очень рано в этом году дальше все остальное на мне все тоже все те же штанишки вот к этим штанишкам пока я не могу быть равнодушной потому что я их только-только купила мне хочется их носить пока они мне совершенно не надоедят правильно я сказал вот ну в общем это то что я хотела вам сказать дальше показывать особо не буду все то же самое все так же единственное сегодня я пойду без браслетиков на этой руке не хочется мне футболочка она такая не нужно к ней много браслетиков вот такой металлические достаточно все мои дорогие я думаю на этом мой аутфит я вам продемонстрировала вот остальное все будет то же самое та же самая зеленая сумочка и те же самые зеленые балет очки есть у меня на танкетке босоножки черные это было бы красиво но дело в том что я много хожу я иду за настюшей в школу в общем я иду к мариши сижу мариши потом иду за настюши в школу потом от настюши иду потом от настюши и мариши иду на остановку куда-то еще захожу поэтому у меня получается такой довольно таки большой километраж и мне это очень нравится это не дает мне полнеть это держит меня в хорошей физической форме чему я очень рада все мои дорогие смотрим на мне сегодня духи версия на скажите мне кристалл короче розовый кристалл вот вот захотелось мне сегодня вот этого такого запаха немножко такой он брутальный ну так я его слышу так друзья продолжаем видео о покупочках если вы думаете что это все снимается в один день то нет это снимается кусочками один день второй день третий день так что но видео одно поэтому ну вот видите у меня стоит чашечка кофе до спинкой прям давайте по кофейку и я вам покажу следующие покупочки очень классный кофе так следующие покупочки тени бюджетные тени вот такого коричневого цвета я предпочитаю наносить тени на внешний уголок глаза вот такого цвета знаете они смотрятся естественно вот естественная тень такая знаете вот и это первое для чего я использую я очень нет я просто могу для и верхнего подвижного века изредка под настроение карандашиком пройтись цветным но это крайне редко это очень редко обычно я просто затемняю внешний уголок глаза тенями слегка ненавязчиво и также я их использую для бровей так и вот такой вот такой цвет у них следующие тени абсолютно белые не не абсолютно белая они немножко металлические сейчас мы их откроем и так пробуем теперь эти тени в такие вот белые перламутровые я такими тенями пользуюсь для внутреннего уголка глаз и для середины подвижного века чтобы немножко открыть глаз как это советуют визажисты я так всегда поступаю вот такие значит тени и вот здесь знаете ли по моему это то ли магнитик то ли что вообще я так понимаю что вот эти тени они предназначены для упаковочки вот чтобы их все вместе куда-то то ли приклеить то ли то ли примагнитить я не пробовала на магнит не знаю но что-то похоже какая-то так речка есть возможно они на магнитике я вот только что при вас их открыла и сейчас покажу вам еще одни тени но давайте сначала по кофейку так и наконец вот такие тени как их назвали девочки 3d сейчас мы их откроем и посмотрим так здесь есть спонжик так он аккуратненько лежит и вот видите как они сверкают и переливаются ну конечно без солнышка сейчас солнышко попробую поймать где у нас тут солнышко солнышко вот так наверное видно да немножко и сейчас я их попробую вот таким образом прекрасно прекрасно сверкают и их надо наносить на основу потому что это просто тени блесточки что собственно я под настроение и буду делать вот это еще так сказать те покупочки которые я вам хотела показать и конечно же опять по кофейку потому что я вот я вот только-только начала делать первые гладкие кофе потому что все была занята вот такие покупочки и вот такой релакс с раннего утра хотя у меня сейчас раннее утро пол полдесятого ну я же говорю я была занята я даже это видео вам вот это небольшое совершенно небольшой сюжет о тенях снимала с перерывами ну так получилось и посмотрите еще раз поближе на мой красивый букет с натуральными веточками тополя да именно тополиные веточки довольно долго стоят и очень красиво выглядят и и и и и и И вот такой у меня релакс с утра. Водопадик, музыка приятная, под кофеёчек, под чашечку кофе. Вот так мы с вами проводим наше утро. Так, девчонки, опять показываю вам свой завтрак, который состоит, если вам тут видно, рыба жареная. Вот часть, один бок её виден, а один скрыт под, скажем так, зарослями укропа. Рыба жареная и жареная картошечка. Сбоку кетчуп чили и маленький кусочек хлебушка. Картошечка с луком прижаренная, притушенная. Что там у меня ещё? Да, ещё перцем я посыпала и лаврушечку тоже положила. Ну, в общем, сначала прижарила рыбку, а потом вот картошечку практически притушила в том же жиру, в котором жарилась рыба. Потому что рыбка выжаривается, и вот этот жирок я очень люблю. Ну, получилось вкусно. Потому что я ещё не пробовала, но знаю. Ну, солю обязательно, конечно, всё солю. Почему вкусно? Потому что Серёжа всегда говорит, что это очень вкусно. То, как я жарю рыбу. Вот, так что сейчас я буду есть. И приятного мне аппетита. И приятного аппетита тому, у кого это вызвало тоже какой-то аппетит. И девчонки, мальчишки побежали за едой. Всем приятного аппетита. Так, мои дорогие, я вас ещё не замучила аутфитами. И опять аутфит. Поехали. Юбочка оранжевая. Такие же балеточки. Балеточки с чёрной окантовочкой и чёрная кофточка. Оранжевый с чёрным очень хорошо сочетается. А украшение сегодня кораллы. Теперь, что у меня... Чем я украшена сверху? Тоже кораллы. Надеюсь, я правильно показываю. Вот, грудь совершенно ничем не украшена. Но зато вот брошь. Кораллы. Это израильская брошь. Серёжа мне покупал это в Крыму. Давно. Также у меня есть ещё одна брошь. В общем, ну, у меня ещё есть такие вот изделия. Ну, как-то я их одно время носила. Потом, знаете, это было давно. Потом о них как-то не забыла, а позабросила. Ну, а сейчас вот они вписываются в этот образ. И я их принарядила. Ну, не все, конечно, а только брошь. А вот это вот из другой оперы. Тоже это мне Серёжа дарил. Так, это серебро-серебро-серебро-серебро. Маникюры буду уже обновлять. Да, я знаю, знаю. Но так получилось. Так, какая будет сумка? Чёрная сумка будет. Сумочка ещё не наполнена, но я её наполню. Сейчас переброшу свои косметички из зелёной сумочки в эту. О, у меня конфетка здесь, оказывается. Вы поняли, как полезно иногда менять сумочки. Ну, вот так вот примерно будет. Вот так. Здесь ничего. Свободный полёт. Тут такая, как резиночка. Ну, такая хорошая не резинка, конечно, а просто вот я не знаю, как это сказать. В общем, держит она кофточку. Можно её и повыше сделать. Можно по-разному. Опять же, можно было, конечно, вполне, вполне можно было надеть босоножки на платформе, на танкеточки чёрненькие. Они прекрасно подошли бы под этот образ. Ну, ещё раз, девочки, повторю. Я прежде всего пекусь о своём комфорте и стараюсь сочетать чувство моего комфорта, удобства со своим образом жизни. Как-то так. Вот. В общем, ножки берегу. Поэтому думаю, что по нашему асфальту он там хороший, там не очень хороший. Особо быстро не побегаешь, а хожу я довольно быстро. Ну, и вот, знаете ли, можно как-то немножко неаккуратно ступить и получить травму при быстрой ходьбе. Поэтому я думаю, в балеточке это гораздо надёжнее. Поэтому я в балеточках. Хотя, конечно, надев босоножки, сразу почувствуешь себя ха, вот так. И, во-первых, это минус 5 килограмм сразу визуально. И, конечно, изящество, длина ноги, всё это. Но побегу в балеточках. Мне так удобно, комфортно и, более того, безопасно. Всё, мои дорогие, побежала ваша Лиля. А парфюм на мне сегодня вот такой. Today от Avon. Ну вот, друзья, я уже готова идти. И ещё гласну кофеёчек. Я сегодня полдня пью кофе. Да, забыла сказать. Апа, кофейку, мои хорошие. Смотрим дальше. Клубничка. Сейчас я сделаю, как обычно, фруктовый салат. Ух ты, взяла щерблёную, не видела. Ну ладно, вы меня простите за этот маленький косячок. Не видела, что она щерблёная. У меня ещё есть такие креманочки. Вот. Значит, клубничка лежит уже в креманке почищенная. Сейчас я сделаю сметану с сахаром и полью. И будет у меня вот такой вот фруктовый салатик. Шоколад есть, но не хочу. Хочу такая хорошая плотная взбитая масса с сахаром. И сейчас я это всё размешаю и съем. Ну, а вы посмотрите, как это симпатично выглядит. Кому понравилось, повторяйте за мной. Друзья, я думаю, на сегодня достаточно. Всем хорошего дня, хорошего настроения, удачи. И пока-пока.